Всем привет! С вами Соня и Константин. Нам очень солнце светит в глаза, поэтому мы наденем очки. Я решила обучаться вождению на мотоцикле. Мотоцикла. Ну, как-то так. Кстати, оказался у нас в гараже крутой ретро-байк Vespa PX150. И оказалось, что мой папа круто водит, и он крутой учитель вождения. Кстати, вот он. И в своих влогах я буду показывать поэтапно, как я учусь водить вот эту вот куколку. Так что смотрите, если вам интересно. Ну и удачи мне! Восемь часов утра, мы уже на площадке и готовы к занятиям. Мы приехали на площадку рано утром. Мы решили, что это будет лучший вариант, потому что не будет людей. Но вот что происходит. Уже второй человек мешает нам нормально заниматься. Кто приехала в учебная машина? Девочке тут давало жару. Самое интересное, как она ехала по городу, как она приехала сюда. Потому что она не могла даже тронуться, не то что развернуться. Да, в общем, такие люди на дорогах. Будьте внимательны и обязательно берите уроки вождения у профессионалов. Профессионалы говорят, что подходить к мотоциклу без экипировки нельзя. Поэтому сначала я надеваю перчатки специально в мотоцикле, даже для мотороли. Поверьте, безопасность важнее всего. Затем я надеваю шлем. Делаю это легко. Я готова к тому, чтобы заводить. Беру ключ. Даже с первого раза попало. Нужно повернуть ключ в положение ОН. Легко. Теперь нужно занять правильное положение около байка. Левая нога стоит немножко отставлена назад. То есть стоит в том месте, куда не достанет заводная лапа. Правая рука лежит на руле. Левая. А, правая на руле. Правая на руле, да. Я путаю руки. И немножечко открываем газ. Немножечко открываем газ. Да. Правой ногой наступаем на педаль текстаптера. И энергично ее нажимаем. Обычно у меня с этим проблемы. Ну, в этом у нас проблемы. Без всяких проблем. Сначала нужно снять байк с подножки. На веспе, кроме контроля тормоза правой рукой, нужно еще и выжать сцепление. Потому что поворотная рукоятка на левой руке, под левой рукой, включает передачу. И при смещении байка передача может случайно включиться. Поэтому начинаем сцепление. Опираемся обеими ногами. На сталь. Носки в рост. Ногу ставим на всю степень. И толкаем байк вперед. Контролируем передний тормоз, чтобы байк не проходился дальше, чем на переднем. И следующее движение. Мы включаем сигнал поворот. Включаем сигнал поворот. Заберется. Теперь нам нужно оглянуться. Оглянуться назад для оценки дорожной обстановки. Машин нет. Мы никому не создадим помех. И мы можем двигаться. Но на Веспе есть еще один маленький нюанс. Это ретро-байк. Для того, чтобы передача включилась легче, нужно одновременно с вращением рукоятки на себя толкнуть немного байк вперед. Вот включилась первая передачка. Теперь плавненько-плавненько отпускаем сцепление до зоны проскальзывания. Об этом будет свидетельствовать изменившийся звук двигателя. И теперь добавляем газ. И вот Соня поехала. Взгляд герстан на троих поре движения. Дальше я уже не могу бежать. Она поехала быстро. Сейчас она выжала сцепление. Нажимает правой ногой на тормоз. И включила нейтральную передачу. Все, байк остановился. Если вы недостаточно уверенно вводите байк и не умеете разворачиваться, лучше сделать это вот так, как делает сейчас Соня. И только теперь, когда байк находится в направлении предполагаемого движения, она может спокойнее позвониться. По-моему, у тебя уже прекрасно получается. Мне тоже так кажется. Я развернусь. Хорошо. Контролируем передний тормоз. И обязательно нажимаем сцепление. Ну что, поехали? Да! Взгляд направлен выше линии. Это вот ее самые-самые-самые первые развороты. Прекрасно. Прекрасно. Отлично. Как впечатление? Круто! Молодец. Ты теперь умеешь разворачиваться. Да. Здорово. Вот она как выглядит. Смотрите. Дочечка. Круто! отлично отлично потрясающе таким было мое второе практическое занятие по вождению и да, я сама в шоке всего лишь два занятия я столько всего освоила и я очень счастлива невероятно если вы хотите так же пишите нам в комментариях под видео или наши инстаграмы хочу узнать как впечатление от урока как ученица не подвела? Соня моя самая любимая безусловно и самая лучшая действительно очень успешная ученица она за два занятия достигла невероятного прогресса она научилась трогаться научилась останавливаться причем как самостоятельно так и с пассажиром меня катала по площадке научилась делать поворот научилась подавать сигналы поворота то есть предупреждать других участников движения о своих предполагаемых маневрах и самое главное она научилась делать разворот на 180 градусов разумеется без опоры ногами то есть это делать очень сложно и многие мотоциклисты которые имеют стаж вождения 10-20 лет не могут развернуться на пятачке 5-6 метров Соня это научилась делать на втором подчеркиваю на втором занятии это очень-очень хороший успех я даже очень хороший результат не разу не выставила ногу ни разу не заглохла ни разу даже не отвлеклась ни разу не сделала какую-то там не точность в работе газом не допустила в работе сцеплением то есть все было сделано очень-очень-очень аккуратно на видео вы это все можете увидеть как она аккуратненько останавливается как уверенно трогается и как уверенно выполняет разворот на 180 градусов это все потому что у меня был самый лучший учитель спасибо